здравствуйте друзья сегодня пятница сегодня обещали дождь и вот смотрите что стало с нашим домом вот тут выход на будущее крылечко вот крылечко вот тут мы с вами помним здесь делается крылечко значит кстати вы видите что небо такое да глядишь вот чего-нибудь такое и жахнет тучи такие грозовые ходят ну почти вот так что дождя пока нет но ожидаем и вот они дом решили за изолировать вчера пришли вечером люди тут с освещением и все забили вот и с этой стороны тоже смотрите все позабивали раньше вот здесь вот тут вот вот тут можно было пройти на объект а сейчас они его фанерка и такое значит забабахали и нет объекта ветер дует знаете дует ветер несет листики так как-то я бы сказал даже песочком иной раз я так чувствую прохожу вдоль всего дома смотрите всюду все забито если мы посмотрим на грунт вот вы видите может быть даже капельки дождя присутствует вот если вы увидите я вижу так обходим объект дальше со всех сторон здесь собственно и должно было быть так вот тут у нас площадка строительная давайте мы зайдем с этой стороны поглазеем там вот весь остальной дом так ой мама родная немножко не эстетично получилось да но все закупорено и вообще задается вопрос как же они теперь сами-то зайдут сегодня должны были быть люди которые какую-то еще инспекцию проводят так было сказано что как это еще там дополнительная инспекция не знаю какая в общем вот так сказали что сегодня еще какие-то работы будут производиться я не знаю как они попадут на объект часто нет конечно можно оторвать кусок фанеры ты чёшь вот отсюда лучше видно как она закупорена ну что ж ждем вот вот так поступают американские строители в ожидании дождя здравствуйте друзья мы пользуясь случаем вот беседуем с эдуардом нашим генеральным контрактором эдуард спрашивают с точки зрения здрасте да спрашивают с точки зрения пропитки дерева там против пожара против москве господи термитов есть что-то или это просто дерево и все в этом плане против термитов так ну в основном в основном это финишные покрытия то есть а праймер это потом будет да да грунтовкой по русски и и и и и покраска да и если да и ну и плюс мы устанавливаем строительную бумагу вот и таким образом мы ну не допускаем того чтобы там скапливалась вода и стояла понимаете потому что всякие вот термиты заводятся и гниелье начинается когда стоит вода когда вода 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 все равно протекает она попадает какая-то влага то есть просто тактика уходить просто так термит на дерево не придет они они приходят туда где им хорошо влажное тепло понял как люди да 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 и ищут где глубже да а вот насчет пожара ну что вам сказать ну вот я специального такого покрытия не встречал против пожар противопожарного единственно что иногда мы используем иногда мы используем а так называемый прошу 3 тыс да а материал вот это это но это нечто вроде вот шпал пропитанных криозотом как то есть более устойчивого но это это именно химически обработанный материал как него устойчивый а вот к огню он тоже он к огню и к воде устойчивый и там и там хорошо да да в общем плане вот дом он деревянный вот ощущение такое спичку поднесешь поднесешь пыхнет как факел как американская стройка как бы да в принципе обезопасивает обезопасит дом от пожара то есть какая концепция вот что делается на случай если вдруг пожар чтобы не было пожара я я понимаю что есть вот эти вот индикаторы на дым которые должны сработать да смотрите например вот гипсовая плита то есть шитрак шитрак да гипс картон например в случаях когда мы ее устанавливаем между гаражом и жилым помещением так мы обязаны устанавливать более толстую именно с целью того чтобы она задержала распространение огня ну хотя бы на один час или два часа там есть разные разные есть критерии когда мы двойную такой плиту ставим когда есть есть такой вот в наших местах например известно какое там подлетное время у пожарных служб там если случае с чего за сколько они прибудут на объект у меня такое ощущение что этот минут три-четыре они уже тут они как-то очень ну это правильное ощущение в общем я они там наши славные пожарники они всегда они прям в городе туда лишь не то что там надо более того есть еще один вариант о чем мы не не говорили при определенных размерах строительства абсолютно обязательно установка установка так называемых файл спринклеров конечно то эта система вот которая автоматически включается начинает разбрызгивать естественную воду и в при определенных размерах жилищного строительства коммерческого обязательно да а в жилищном тоже при определенных размерах и поэтому то есть тоже еще один уровень защиты это это совершенно этот уровень защиты уже очень мощный уровень ну что же хорошо а вот с точки зрения крыши поскольку мне снимать трудно вот они бумагу черную положили прямо сразу на нее будет асфалт шингл класться или на бумагу еще что-то прямо сразу на бумагу и что гвоздиком прибивается или как она прибивается до маленькими специальными специальными гвоздиками ровно с такими широкими шляпками и и и не просто широкие шляпки а еще и под шляпку идет такая мягкая большой для изоляции а вот светлана сказал что сегодня какая-то инспекция маленькая должна быть да сегодня будет маленькая инспекция по поводу вот того что у нас еще не было по поводу вот этих вот маленьких пирс как бы это сказать ну опор пиньков вот этих опор да а бетонных они не просто пиньки там же у нас еще и арматура ну да под виранду уложена да и просто инспектор должен посмотреть прежде чем бетон правильно ли все сделать друзья мы видим с вами аркадия это человек который делает электрические работы вы в ссср что делали тоже по этой части а вы откуда сами сами из ленинграда так кончил монтажный техникум окончил это что же такое северо-западный политехнический институт то есть у вас строительная такая линия сильно вы можете сказать пару слов вот про этот вы делаете да вот эти штучки ребята часто там спрашивают а вот смотрят я я вчера показал тоже и ну сейчас сейчас по сравнению с прошлой стройка не спрашивают почему металлический желоб не кладут хотя вот раньше были такие разговоры но вот раз вы там этим занимались и здесь принципиальное отличие в чем вот как вы в питере например делали бы проводку и здесь принципиальное отличие это конечно материалы и другие и естественно стены другие до деревяшки россии в основном бетон кирпич или если например загородные дома то это целиковое дерево и кабель клали поверху так должно быть было все красиво должно быть да я помню таких керамических керамических это как бы старые вот эти изоляторы еще старая встречается называется много так проводки сейчас она меняет но в россии все это было открыто все это было видно и поэтому старались сделать как можно красивее чтобы было ровненько и аккуратненько загнута уже в кирпич не загонишь в кирпиче делали если клали на кирпич сверху закладывалась штукатурочка хорошо бы скрытая проводка если чисто открытый кирпич и тоже как бы открытый здесь прячется в стены и поэтому видны будут только розетки выключатели когда но с точки зрения вот экстремальных ситуаций коротнула оплавилась вот пожара пожароопасность какая нет такого есть какие все конечно есть если перегружают линию то провода начинают плавиться или чаще всего это где-то в контактах сгорает но дело в том что все контакты сделаны в коробках и кабель идет из одной коробки идет другую здесь нет распаечных коробок как наверху как в россии то что мы видим наверху это не распаечная коробка это будет вот это до смогла пожарная сигнализация так вот и то есть все доступно скам так даже когда все будет закончено бываешь и провод перебивается когда гвоздем гвоздем или шурупом когда сухую штукатурку да значит ты случается такой случается но опять-таки старая стараемся этого избежать значит ставится защитные пластинки вот здесь вот металлические пластинка называется nail guard вот они есть вот здесь будет будет провод вот дырка для провода так как она меньше одного нича к краю деревяшки только ставится защита а если больше одного дюйма тоже если больше этого уже ничего не надо но даже если что-то бывает тогда приходится вскрывать и переделывать чем здесь есть большой плюс если есть выход на чердак да то можно с чердака просверлить еще раз и пробросить кабель в пустоте до коробки это довольно употребительная такая техника и вашей старой части и в первом одежды это ли тоже использовалось очень много второй вариант если через подвал значит вот как здесь здесь окно будущее сверху же конечно никак не пройти можно пройти снизу то есть как можно выстрелить снизу и опять зайти в коробку но это такие маленькие хитрости строительство и обслуживание ладно спасибо идуард вот раз вы тут вот скажите пожалуйста вот то что мы здесь видим это мне напоминает стекловата это прямо стекловата это не стекловата это 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 но правда это fiberglass примерно примерно но но не настолько страшно и в принципе ее можно взять рукой стекловата я бы не стал особенно и вот и вот эта штука это как бы наш утеплитель да это и есть инсулейшн да это она не случайно здесь у нас она не случайно она будет везде везде установлена по по всем наружным просто мне казалось что она приходит как бы упакованную бумагу с двух сторон и это иногда это называется фейс то есть иногда она имеет этот барьер а иногда не имеет в зависимости от того где мы поставим вот этот вот мой чербери но это не такая штука как вы привыкли стекловата что нельзя брать дышать нельзя там или что-то ну знаете вообще по хорошему работая с ней все равно мы одеваем маски и перчатки да но но тут как бы вам сказать вот этих вот крупных кусков стекла не ощущается как в россии да вот там если возьмешь то да 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 потом долго чесаться понял ну хорошо спасибо большое выходим в эфир а вот друзья и капельки первые от дождика пошли на стекло я специально показываю стекло но я не знаю насколько вам это будет все заметно но но вот я вижу хорошо на стекле капельки дождика вот на фоне кипарисов там вот видите просматривается вот